20 января в Успенском соборе в Санкт-Петербурге в рамках недели молитв о единстве христиан прошло особое богослужение, в котором приняли участие представители русской православной, лютеранской, евангельской и католической церквей. Возглавил молитву митрополит Павел Петци. Неделя молитв о единстве христиан проводится с 1908 года. Особое развитие подобное богослужение получили после Второй мировой войны. Даже в Советском Союзе христиане разных конфессий собирались на совместные молитвы. Об этом вспомнил епископ евангельской церкви северо-запада России Сергей Николаев. 40 лет назад в Ленинграде состоялась первая экономическая молитва, которую организовывал владыка Никодим. Мы тогда были все еще молодыми. Нынешний патриарх был Иером Анахом. И мы мечтали об их умении, о большой умении, о настоящем, о христианской, о библейской. Когда мы сможем молиться друг друга за другом, когда мы сможем молиться друг с другом. Регулярные совместные межхристианские богослужения стали проводиться в Петербурге с начала 90-х годов. И на них всегда присутствуют православные священнослужители и миряне. В этом году среди участников был протерей Александр Сорокин, председатель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии и настоятель Федоровского собора. Город наш, как известно, как говорят, православный город. В нем большинство христиан составляют православную церковь, как и во всей стране, в России. А здесь присутствует православных не так много. Вот таковы парадоксы нашего единства, что когда большинство составляет какое-то, ну, далеко не всех очевидно, что об этом надо молиться, думать об этом. Православные священники и миряне были среди молящихся в храме. Хотя в этом году, 500-летие реформации, особая роль отводилась лютеранской церкви. Ее представлял, в частности, настоятель Кафедрального собора Святой Марии, пастор Михаил Иванов. Конечно, мы осознаем, что любое разделение церкви – это нехорошо. Это нарушение заповеди Господней. И вот за сегодня мы стараемся спрашивать и себя, в том числе и сегодня мы взываем ко Христу, чтобы Он показал нам, как преодолевать это разделение, каким образом мы могли бы являть этому миру единство, единство, которое становится залогом успеха нашей проповеди, нашего свидетельства о Христе. Песнопение во время богослужения исполнял хор Кафедрального собора Евгогилитической лютеранской церкви Ингрии под руководством Анны Соколовой. Песнопение во время богослужения исполнял хор Кафедрального собора Одним из самых ярких моментов богослужения стало зажжение свечей, ставшее символом света, который должны нести в этот мир все, кто исповедует Христа как своего Бога. Многие участники богослужения отмечали, что в этом году оно было по-особому исполнено любви и согласия. Это, я думаю, самое главное. На самом деле, когда апостол Павел говорит, что любовь к Христу объемит нас, он именно ставит акцент именно на искренность нашего ответа. И наш ответ может быть только удивлен тому, что любовь к Христу действует. Подобные богослужения являются не только молитвой, но и зримым подтверждением общего желания совместных усилий идти от разделения к общению во Христе.